Ощущение, что вот он сказал мне удачи, и вот я уже приезжаю в Африку, уже прошло 20 дней, у меня ничего не получается с этим. И как в хороших книгах или индийском кино я вижу сон, где Яурям приходит мне и рассказывает, как нужно ставить на людей свет. На самом деле это было просто повторением того, которое он уже давно говорил, когда я учился в втором курсе, как нужно ставить на черных людей свет. Он всегда повторял, вот говорит, самое сложное для оператора, это снимать секс черного и белого. Вот если вы хороший оператор, вы умудритесь снимать это. Это очень трудно, ставить на них свет, потому что, ну понятно, что они вместе, один белый, другой черный, вот свет не может быть одинаковым. Вот такая-то шутка была, ну, и он сказал, как бы я вспомнил, как нужно все это делать, как бы я это слушал, но не помню, слышал когда-то. И вот на следующее утро, поймите как, американцы очень много снимают в Мозамбике, и мой осветитель, который работал, он снимал на очень огромных проектах. Если вы знаете, такой фильм был, Blood Diamond, видели? Да. Вот этот фильм снимал он, и они снимают как, они закрывают всю, весь, вся, как бы все, солнце закрывают белыми такими тканями, или батерфлаями, не знаю, такими большими экранами. То есть, они ломают свет, а потом ставят свое солнце, управляемое. Они не трогают отражатели, не дергают никаких зеркал. У нас раз не было такого бюджета, два, это должно было быть не стереотипным кино. Потом я про это расскажу вам. И вот, и мой осветитель просто не знал, что делать с этими батерфлаями, которые я заказывал, и с токами, с зеркалами. И вот, поскольку еще они не отражались, люди, мне пришлось просто вспомнить, как это делается, в общем-то, старые, хорошие времена. В общем, я вспомнил этот метод, этот метод того, что белый цвет поглощается, белый отраженный свет поглощается черным, а желтый отражается. Тогда нужно просто делать желтый свет. И мы на наши отражатели просто, как бы, склеили желтые отражатели фольги. Вот такие из Африки привезли, Южные Африки, и все склеили. И потом сделали баланс белого на желтый цвет. А при цветокоррекции, уже когда я был в Бостоне, где мы делали цветокоррекцию, я уже сам добавил желтый. То есть, поставил желтый на свое место, которого не хватало в кино. Ну, в таком целом материале. Ну, такой технический момент, но люди стали отражаться. Желтые волны отражаются в черном. Белые все-таки золотистые. Ну, когда говорим желтый, имеем в виду в отражателях это золотый свет. То есть, такой. Желтый, да, это правильно. Это не Кельвин, то есть, это не малые Кельвин, да, это не фильтры, а это именно такие отражатели, золотистые отражатели. И были двойные золотистые, если вы видели, то есть, в каком-то моменте лицо какая-то часть белая, другая часть белая, то есть, были двойные золотые. То есть, сначала мы сделали такой желтый цвет, было очень-очень желтое, потом я делал баланс, убрал весь желтый, потом не хватало желтого. А сколько не хватало, уже, в принципе, эта коллекция будет поставлена на свое место. Вот такой.